Правоохранительные органы в течение 2019 года действительно выявляют новые формы и способы совершения противоправных деяний. Это различные формы вишенка от имени банковских финансовых учреждений, когда звонят граждане, представляются представителями банка и под различными предлогами выманивают коды, пароли, доступа к системе дистанционного банковского обслуживания и в последующем совершают хищение денежных средств банковских счетов. Также это распространение фишинговых ссылок, фишинговых сайтов, которые также от имени банковских учреждений пытаются завладеть официальной банковской информацией, которая в последующем приводит к хищению денежных средств. Преступники вектор своих атак сейчас в настоящее время сосредоточены непосредственно на неправомерном завладении компьютерной информацией различного рода, банковской, медицинской, иная, которые в последующем служат основанием для совершения более изощренных преступлений. Это и непосредственно хищение денежных средств банковского счета. Статистика красноречиво говорит и свидетельствует о том, что более чем в два раза увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности из числа несовершеннолетних. Как вам известно, опять же, с недавнего времени мы уменьшили возрастной ценз привлечения за хищение с использованием компьютерной техники, уменьшили его 16 лет до 14 лет. Действительно, это связано с тем, что ранее лица избегали привлечения к уголовной ответственности, потому как не достигли возраста привлечения. То есть это были 14-летние, 15-летние, молодые граждане, подростки, которые путем легкой наживы, вовлечения преступной схемы становились соучастниками, либо на самом деле создателями преступной схемы для того, чтобы совершать хищение с использованием компьютерной техники. Если раньше мы сталкивались исключительно с злоумышленниками, обладающими специальными познаниями, то есть хакерами, прожженными, которые действительно обладают специальными познаниями и способны разрабатывать вредоносное правильное обеспечение, придумывать какие-то преступные схемы и так далее, то сейчас в настоящее время портрет злоумышленника немного изменился, потому как на определенных ресурсах достаточно владеть денежными средствами, чтобы купить определенный инструмент и инструкцию по его применению и называться так называемым киберпреступником. Естественно, понимания всех процессов у них нет, но вместе с тем, обладая определенными финансовыми ресурсами, они приобретают или завладевают определенным инструментарем, как я уже сказал, получают инструкцию по его применению и пытаются совершить уже противоправное деяние по линии информационной безопасности. То есть в случае, если гражданин полагает, что в отношении него совершено противоправное деяние, он вправе обратиться в правоохранительную орган, в том числе в органы внутренних дел, соответствующим заявлением о совершении противоправного деяния в отношении него. Гражданин может прийти в ближайший районный отдел внутренних дел и написать соответствующее заявление. И оно будет компетентным и обоснованным и всесторонне рассмотренным. Продолжение следует...